3 мая 2024 год, где доказательства, что Китай ввел в санкции против Российской Федерации. Накидали мне комментарии, сейчас еще вспоминать буду рассказывать. Во-первых, вы пишете, что вы из Европы, да, я вам сразу тогда по-английски в оригинале сейчас назову статью в Reuters. Потому что у нас неспособность к языкам, это, по-моему, только у эндемиков ареала от Москвы до Дальнего Востока через Черноземье. Как-то, видно, сказывается это, что люди там воспринимают вторую сигнальную систему как атовизм. Так вот, статья называется так, вроде, раз 29 апреля. Сейчас постараюсь вспомнить точно. China Firms. China Firms go underground on payments on Russia Payments as banks pull back. То есть, в переводе, получается, китайские фирмы уходят в подполье, так как платежи с Россией не проходят. Да, и там вот написано, там конкретно объясняется, что какой там человек, какой китаец открыл 7 банков, 7 счетов в разных банках. И так и не смог провести платежи через этот самый, большие крупные банки. В общем, посчитайте все сами. На английском языке все прекрасно, можно, там все понятно. Теперь то, что, почему я верю написанного, выше спрашивать. Опять же говорю, уже в который раз. Мне так повезло, что у меня жена журналист. Всю свою жизнь, ну, то есть, имеется в виду, там, после института она журналистом, на радио, на телевидении, главным редактором газеты она была. И она мне еще лет, в прошлом тысячелетии, она мне научила, уже 25 лет назад. Когда я прибегал, и там что-то я начал рассказывать, начитавшись чего-то. Как вчера ко мне тут сослуживец прибежал, я говорю, ты слышал, в Запорожье, каждому, кто ребенок, 41, я говорю, источники ищу. Вот она меня научила, ищи источники, достоверные, которые имеют рекорд того, что они, ну, им можно доверять. Понимаете? Поэтому я смотрю на Reuters, да, Reuters, Reuters, там, называйте, как хотите. Это, там, 19-го столетия новостное агентство, основание, середина 19-го столетия. Они имеют уже за собой, ну, заслуженные, понимаете? То есть, не однодневная газета, которая вчера вышла, или там сайт. У меня у самого есть сайт, понимаете? Там я себе купил этого, доменное имя Хостинг, вот, пожалуйста, с 2009 года у меня есть собственный сайт. Могу написать там все, что угодно, что Путин инопланетянец, ну, веры этому никакой нет, потому что нету Тарек Рекорс, да? Тарек Рекорс – это вот Reuters, 19-е. Или вы, как наверняка, знаете английский язык, или вы уже европеец, можете, когда начинаются споры про Украину, я говорю, посчитайте, пожалуйста, The London Gazette. Это газета, старейшая в Британии правительственная, между прочим, с 1665 года издается. То есть, понимаете, еще в российской столице Санкт-Петербурга не было, а газета эта уже выходила. И там, допустим, в номере от 8 октября 1737 года описывается, как князь Миних или граф Миних идет с пехотой и возвращается назад в Украину, в Бахмут. Просто наберите в интернете, посмотрите, The London Gazette, 1737 год, 8 октября, первая же страница, там есть распечатки, они распечатывают в интернете, перепечатки распечатывают. То есть, на вот эту дату, там, в первом же абзаце описывается, как в Украину, в Бахмут, да, в Донецкой, в Донецкой области Бахмут, да, или, там, Луганской, ну, короче, на Донбассе Бахмут. Уже тогда было понятно англичанам, что это Украина. До сих пор не было понятно Путин, да, ну, ладно, не важно, это отличие. Теперь, так, разобрались, да, почему я доверяю газетам, почему, то есть, каким-то определенным они всем подряд. Делайте себе, фильтруйте, в общем, информацию из достоверных источников берите. Хотите, вот, меня там спрашивали, каких я слушаю по войне, по этому самому, я о Гильдрустам Заде слушаю, великолепно. Гильдрустам Заде и Рамиль Юнус. Один про политологию, другой по военному делу, это просто блестяще. Два азербайджанца, кстати, этнических. Один американская, гражданская, другого, вроде азербайджанца, удивительно, ну, неважно. Я говорю, меня спросили, я сказал, да я этих слушаю. Теперь санкции не работают. Что же значит санкции не работают? С этим я не согласен. Я, в общем-то, и сам говорю, что никогда санкции не приводили к развалу страны. Они только к этому подводят. Они удушают, они ослабляют. Ну, что не работают санкции? Вы посмотрите, сейчас Норникель выводит, заявил Потанин, что он треть производства переводит в Китай, потому что невозможно не обновлять оборудование, потому что санкции. То есть реально треть этого огромного массива, ну, это огромный просто треть завода, представляете, что такое Норникель, будет теперь Потанин, Потанин, да, какой-нибудь вьетнамский, китайский гражданин. Я, кстати, в июле прошлого года написал такую хохму. История государства российского, но не Карамзина, или коротчайшая история времен, но не Хокинга. И там я написал, что история государства российского. Распутин, Путин, Ин. Ну, вот это к тому оно все дело идет. Не работают санкции. Белоусова, послушайте, его спрашивают, а что там у нас рост экономики, там, с какого масштаба вливания. Он говорит, 70% сейчас вложений наших, это вице-премьер, по-моему, это российский, 70% это мы покупаем вместо зарубежного оборудования, которое теперь не обновляется, мы покупаем там китайское, ну, замена на то, что не под санкции. Понимаете? Вот это вам и рост экономики. Что такое, да и что такое рост экономики, санкции не работают? Постепенно это все будет сужаться, схлопываться, вместо украинской бандуры в 70 струн у вас окажется своя исконно русская балалайка в 3 струны, понимаете? Вот это будет, она не вполне идентичная бандура и балалайка, понимаете, разница. Ну, в принципе, тоже и то, и то, щепковая струбья. Только 300, там 70 струн, а там 3 струны. Вот это и вся разница. И вы будете как Никола Паганинина, ну, только вы не Паганинин, Никола, вы царь Паганин у вас там зато есть, да? Никола Паганинин, Иванка и царь Паганин. У нас все просто по украинскому фольклору. Царь Паганин и будет на балалайке на одной струне, будет щепковый инструмент. Да, кстати, любопытно, балалайка. Ну да, в лаптях на балалайке все, но экономика будет жить просто вот в таком состоянии. Не сможете вы ни танком, ни арматой. Где этот великолепный танк армата, который не убиваем, потому что его никто на поле боя не привозит, поэтому не убиваем. Эти эти что, привезли, блин, привезли, блин, захваченную технику украинскую в Москву сейчас на парад победы. Вы идиоты, что ли? Вы представьте, блин, в 41-м году там Гитлер пришел в этот самый, пришел под Москву, захватил, допустим, ленд-лизовский какой-то там Шерман, блин, нафиг, и попер его в Берлин выставлять, а там бы германцы и спасли, это что, все ради этого было, положили тут там сотнями тысяч. Ладно, то так и. Да. Право ВВП, ух, что там много уже, да. Ну ладно, право ВВП, что такое ВВП? ВВП это сколько вы тратите? Вы тратите в квартире, допустим, отдельное видео запишу, вы тратите в квартире какие-то деньги там. Ну, то есть, понимаете, одно дело, когда вы покупаете хлеб, булки, мясо там, а другое дело, когда вы на хлопушке свои деньги, сбережения тратите, семейные, и стреливаете в ними по соседям, и у себя в доме калеча своих же ближних. ВВП растет, вы тратите денег больше в сегодняшнем дне, чем в прошлом, когда вы только мясо покупали. Ну, это нифига вам благополучия не принесет. Отдельно буду снимать про хлопушки. Все буду Украину. Продолжение следует...